Возгорание камыша под Астаной тушили 158 пожарных. Тушение осложняло порывистый ветер и полотистая земля. Для ликвидации возгорания привлекли два вертолета Ми-17 Министерства обороны. Угрозы жилым домам и лесного массива нет, но из-за ветра Астану накрыло дымом. 158 пожарных и 39 единиц техники тушили возгорание под столицей. Между шоссе Кургалжинг и обездной дорогой в сторону города Кошше горел сухостой. Предварительная площадь пожара 15 гектаров. Тушение осложнял порывистый ветер, болотистая земля и отсутствие подъездных путей к месту пожара. Проблемы никакой нету. Сильный ветер, высокая температура была и нету подъездных путей. А так личный состав все справляется, огонь находится под контролем. Немножко есть неудобства, продукты горения, но в кратчайшие сроки сейчас постараются все устранить. Жители Астаны пожаловались на запах. Запах гари ощущался на левом берегу в районе ТРЦ Ханшатр. Помимо этого в городе наблюдался смог. Управление общественного здравоохранения города призвало жителей воздержаться от выхода на улицу без необходимости. Закрыть окна в квартирах, а на улице надевать маски. Данные рекомендации в первую очередь касаются людей с заболеваниями органов дыхания. Тяжело дышать, конечно, а как же. Я вот уже домой, потому что невозможно. А что вообще случилось такое? Вы не в курсе, что камыш горит? Нет, не в курсе. Мы думали, что-то взорвалось. Нам что-то сказали, вроде что-то взорвалось. Это камыш горит? Ну это безобразие, конечно. Весь город в дыму. А мы идем и гадаем просто. И все они знают. Костя из России у меня приехал. Я им выходила все красоты и говорю, извини, но все красоты растаяли в дыму. Бауржан Шехмед Ахмедяр Ильясов. Столичное бюро. ТДК-42.